Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. С вами Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. И в начале цифры статистики. С начала года в столице на пожары МЧС спасатели совершили более 2300 выездов. На пожарах погибли 15 человек, один из них ребенок. 30 человек, в том числе двое детей, пострадали. Более 1840 человек работники МЧС спасли и эвакуировали. А теперь подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Практически вся неделя выдалась для столичных спасателей относительно спокойной. Серьезных по своим последствиям ЧС не происходило. В пятницу днем помощь спасателей понадобилась на детской игровой площадке. Пальцы маленького мальчика застряли в щели между ступенькой и барабаном малой архитектурной формы барабан-жар-птица. ЧП произошло на улице Притыцкого. Спасатели в считанные минуты извлекли руку второклассника из железного плена. К счастью, в медицинской помощи ребенок не нуждался. А вот в субботу около 7 часов вечера в службу 101 поступило сообщение о загорании мусора в колодце теплотрассы по улице Тимошенко. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади в 3 квадратных метра. В результате ЧП был поврежден утеплитель труб. По всей видимости, колодец теплотрассы облюбовал человек без определенного места жительства. И в результате неосторожного обращения с огнем, вероятно, курение, мусор и загорелся. К счастью, удалось обойтись без пострадавших. В момент ЧП в этом жилище никого не было. Но, как показывает практика, это вопрос времени. Минск чрезвычайный. В теплое время года люди без определенного места жительства проводят под открытым небом. Живут в лесах либо возле дачных участков. А с приходом осени устремляются в город в надежде подыскать теплый угол где-нибудь в подвале, теплотрассе или чердаке жилого дома. Обосновавшись там, они не слишком заботятся о собственной безопасности, а уж тем более о безопасности окружающих. В результате такого соседства подъезды подвалы и чердаки становятся потенциальной угрозой для горожан. Едкий дым не знает преград и заберется в каждую квартиру. А ведь взрослому человеку только для потери сознания достаточно нескольких глубоких вдохов. Нередко в огне и дыму гибнут и сами виновники, то бишь нелегальные субквартиранты. В Минске такие случаи регистрируются ежегодно. К счастью, в 2016 году столица обходится без подобных трагедий. Что делать, если нелегальные соседи оккупировали вашу территорию? Сообщите участковому инспектору, установите домофон, чтобы непрошенные гости не смогли проникнуть в подъезд. И следите за тем, чтобы чердаки, подвалы и подсобное помещение были надежно закрыты. А в противном случае звоните в ЖЭС. Кстати, подъезды, подвалы и чердаки – не единственное место обитания людей без определенного места жительства. С подступающими холодами минские заброшки перестают пустовать и обзаводятся временными хозяевами. В попытках прогреть жилье с помощью костра бездомные нередко провоцируют пожары. А если заброшенное строение еще и в частном секторе, то огню ничего не стоит перекинуться на так любимый вам и частный дом. Последствия такого расклада нередко самые катастрофичные. Опасность несут и канализационные люки, где зачастую обитают люди без определенного места жительства. Наступив на край отодвинутой крышки, человек, теряя опору, падает вниз, что неминуемо приводит к травмам. Но наибольшую опасность они представляют для детей. Для ребенка падение в люк канализационного колодца может закончиться летальным исходом. Помимо возможного смертельного удара падающей крышкой, ребенок может утонуть или даже задохнуться в магистральной канализационной трубе. В конце хотелось бы напомнить, в эти дни в республике проходит акция «Молодежь за безопасность». В ее рамках Минске школьники и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных посещают домовладения инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Они не только рассказывают о безопасности, но и оказывают шефскую помощь. Продлится акция до 15 октября. Оставайтесь на главной столичной волне, слушайте «Минск чрезвычайный» и не повторяйте чужих ошибок. Берегите себя. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.